Это Droider.ru и мы находимся на мероприятии, которое называется Samsung Impact 2012. Тут показались сразу несколько новинок, и одна из них Galaxy Camera. Про нее уже была утечка в интернете. Это такая вот камера, которая сочетает в себе функции смартфонов. Камера на Android. Nikon недавно представила что-то подобное. Давайте посмотрим теперь на этот продукт. Во-первых, сразу видно размеры, достаточно внушительные размеры за счет экрана. Экран 4,8 дюймов, HD SuperClear LCD. Я считаю, это правильный выбор, что не поставили AMOLED, потому что AMOLED часто врет по цветам, а SuperClear LCD все-таки делает более честные цвета, и это важно для фотографов. Во-вторых, объектив. Объектив имеет 21-кратный зум и достаточно хорошую диафрагму. Он светосильный 2,8. Так, ну и в остальном у него есть вспышечка у этого фотоаппарата. И что еще на корпусе интересного? Вот эта вот кнопочка зума, вот эта кнопочка спуска, и вот кнопочка вспышечки. В принципе, на этом все. Давайте посмотрим теперь на оболочку. Здесь стоит Android 4.1. Это действительно здорово, что они поставили сюда Jelly Bean. Он работает действительно шустро. Про процессор пока не говорится, какой он там внутри. Возможно, мы чуть позже это узнаем. Можно ставить любые приложения из Android Market. Можно отсылать фотки в Instagram. Ну, короче говоря, все что угодно. Но самое интересное, это, конечно, тут приложение камера. Тут есть множество интересных режимов. Ну, это действительно выглядит как камера, как видите. Сбоку есть вот такой переключатель. Тут можно выбирать режим авто. Еще есть очень интересный режим Smart Pro. Smart Pro, он дает выбрать несколько тем для съемок. Например, когда вы снимаете небо, оно становится более голубым. Снимаете там какую-то природу. Она делает ее более зеленой. И очень, ну, в принципе, действительно эффект есть от этих штук. Он просто подстраивает там цвета. И получается действительно красиво. Вот давайте попробуем, допустим, режим макро просто вот тут сфоткать. Соседний фотоаппарат. Это не макро. Давай вот так вот сделаем. Вот. В принципе. Вот. Но самое главное, тут есть еще. Главная такая вещь для того, чтобы делиться фотками. Здесь есть Wi-Fi, 3G и 4G. Да, действительно, в этой камере есть 4G. Это здорово. В нем есть LTE. Фотки большие. Они будут загружаться долго. Поэтому нужно быстрое соединение. Samsung об этом подумал. И это действительно классно. Что еще хочется сказать об этом устройстве? Оно будет представлено в нескольких цветах. В цветах это белый цвет, черный, вот такой вот розовый для девочек. Еще оранжевые на той стороне есть. Ну и на этом все. Подробнее об этой камере мы расскажем, конечно, в нашем полном обзоре. А это был такой First Look. С вами Droider.ru и Валерий Истишев. Борь Евденский, к сожалению, в этот раз не смог поехать. Но он нас поддерживает из Москвы.